всем привет на связи александр владимиров школа logic pro help сейчас мы поговорим о том как создавать и фиксы под названием импакт вообще это очень интересная тема когда мы создаем звуки с нуля это такой sound дизайн самого что ни на есть смысле это очень такое интересное занятие с одной стороны может показаться что импакты зачем их создавать с нуля если можно взять готовые звуки и с практической такой точки зрения прикладной это может быть действительно верно но с точки зрения понимания процесса с точки зрения такого некого интереса и более глубокого познания музыки звука в частности это конечно более такая интересная задача давайте для начала прослушаем вообще что такое импакты и как чаще всего они звучат это примеры некоторых импактов импакты на самом деле могут быть совершенно разными например они могут быть такими да какая-то чайка и фикс там типа как свип какого-то дауна и так далее но чаще всего импакты можно еще также встретить такой термин как explode explosion то есть взрыв вот это вот больше именно относятся к такому характеру звука вот здесь например тоже да такие более низкочастотные поэтому чаще всего импакты именно такие но повторю бывают различные исключения давайте разбирать как их создавать кстати прежде чем мы начнем еще маленький нюанс очень важный вот эти вот импакты и низкочастотные их не нужно вставлять в дробь они в электронно-танцевальной музыки вставляются в яму там где нету бочки объяснение элементарно простое и следует самой банальной логике вас играет бочка низкочастотная а потом представляете у вас еще и вот этот вот низкочастотный такой вот удар взрыв это создает излишнюю кашу из излишки низких частот поэтому это звучать не будет поэтому такие и фиксы чаще всего вставляются в яму ну или по крайней мере в то место где бочки нет но это такое небольшое отступление потому что многие такую ошибку допускают поэтому не могу не сказать о том что это допускать не стоит по поводу самого звука из чего он нас состоит он состоит из низкочастотной составляющей он состоит из реверберации и из крэша в самом таком стандартном виде поэтому первое что мы возьмем это бочку мне нравится вот эта бочка она такая достаточно мягкая при этом в общем то просто нравится и все есть так охарактеризовать да она более мягкая такая более стандартная то есть принципе я думаю для эффект она вполне подразумевает подойдет дальше что мы можем сделать поскольку мы говорим все-таки больше об и фикси до каком-то то мы можем как-то с этой бочкой поизгоняться как именно мы можем это сделать но во первых можем активировать flex режим напомню таком нтф и когда мы его здесь активируем мы можем вот так вот протащить влево-вправо чтобы даю как-то от стречить от флексить но тут какая-то незадача у нас вот при движении до что-то тут как-то она не удлиняется получается ее копия в общем все очень странно конечно дело в том что нам необходимо выбрать другой режим давайте посмотрим какой нам режим подойдет допустим полифонии полифоник о смотрите уже что-то похоже но надо проверить на слух без вот этого flex а с ним да действительно бочка становится такая более более длинная как бы сильно удлинять не будем иначе могут появиться искажения которые будут явно лишний даже для эффекта вот так вот я думаю вполне себе оптимально хотя давайте покреативим слегка да я думаю так вот будет оптимально что еще мы сюда добавляем как я уже говорил crash на сюда хорошо заходит мы берем непосредственно crash лично у меня находится как ни странно по вкладке crash допустим вот такой вот причем он кстати не очень широкий этот crash если мы посмотрим вот можно на мастер не сюда конечно а вот сюда повесить такой мультиметр так называемый промазал давайте еще раз metering мультиметр то мы увидим что звук не очень широкий мы можем слегка расширить повторюсь мы же работаем с эффектом что нам мешает здесь как-то по креативить что-то такое сделать давайте поэкспериментируем и для расширения звука повесим сюда например из модулей шина мы повесим сюда корус попробуем он нас немного расширит звук и создаст такое какое-то немного такое невнятное звучание что для эффект вполне может быть не очень мне нравится честно говоря как-то он стрёмно звучит не могу сказать что мне нравится давайте я возьму более такой может быть простой и более стандартный способ это у нас спредер который на самом деле можно по пресетам вот хоть вайдап стерео взять он делает звук очень широким но это даже излишне широкий то есть он становится слишком таким уж расширенным он создает эффект хаса по большому счету то есть левый и правый канал они чуть друг от друга отстают за счет чего создается очень широкое звучание но если мы сделаем ручку микс поменьше то у нас будет звучать и вот эти вот очень расширенные как бы скажем так варианты и то что звучит достаточно узко то есть это у нас dry это wet ну а так у нас dry wet будут 50 на 50 друзья возможно вы еще не слышали что у нас в logic pro help есть свой закрытый клуб с телеграм чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слова закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогают друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы logic pro help жду вас там прямо сейчас welcome тоже создается такой легкий эффект хоруса вот я сделаю так примерно на 75 окей здесь уже дело вкуса что мы делаем дальше нам нужна реверберация мы можем зажатым шифтом выбрать оба этих звука и сделать track stack create track stack здесь сами track что у нас получается у нас будет здесь единая обработка и сюда мы вешаем самый обычный ревербератор мне в принципе нравится крома верб и здесь мы выбираем какой-либо пресет но по поводу пресетов здесь я выберу что-то из спейсов наверное потому что мне нужно что-то такое прям большое с большим дикеям так ну допустим столько можно да вполне себе я сделаю побольше wet и единственное что еще сделаем это с режем низкие частоты потому что их ну как бы не должно быть у ревербератора у самого ревера низких частот быть не должно поэтому вот так вот их здесь очень сильно уберем дикие сделаем побольше я думаю так вот оптимально давайте уберем спрейдер и можно еще вот здесь вот например немного закрыть фильтром потому что это бой очень похоже на бочку а как я уже говорил мне в принципе нужен именно эффект и можно еще продлить сделаем потише и фикс крэша звук крэша я думаю что сам эффект опять же крэша можно сделать именно сам сэмпл крэша можно сделать немного покороче мне не сильно нравится что он какой-то длинный то есть как-то вот он долго звучит кик у нас заканчивается да вот что тип того кстати нажимаю на кнопку т и можно еще добавить немного компрессии для того чтобы это именно склеите чтобы хвост был более таким длинным можно чуть акцентировать так у вот так вот например и еще чуть-чуть продлим еще подредактируем то здесь уже мы по сути крутим те же самые ручки только выискиваем такое более оптимальное положение кстати вот так вот не вышиваться и и можно еще попробовать чисто ради эксперимента какой-нибудь дисторшн чтобы это было больше похоже на коньку прям именно эффект да я думаю так единственное сделаю меньше компрессии и меньше все таки ревера то есть уже получается что-то более похоже так ревера до поменьше детей и может быть даже кстати чуть-чуть эквалайзером ослаблю высокие частоты мне как-то кажется что мне хочется более такое приглушенное звучание где-то вдалеке на примерно так здесь уже можно варьировать как больше нравится то есть много разных вариантов можно добавлять можно так можно сяк можно закрыть здесь сильнее фильтром например либо наоборот кстати так мне кажется интересней и можно попробовать заменить вообще сам крэш на какой-то другой здесь допустим у нас есть дилэй что как-то мне кажется не очень прикольно а вот так вот интереснее к примеру так в общем экспериментируйте пробуйте вот так вот можно создавать эффекты и вообще полезно слушать различные какие-то effects и какие-то сэмплы и попытаться их как-то воссоздать сделать что-то похожее попытаться проанализировать как вообще вот эти звуки из чего состоят и благодаря этому вы будете прокачивать свои навыки именно саунд дизайна но и непосредственно создание музыки ну что ж на этом все с вами был александр владимиров до новых встреч всем пока Gaga александр владимиров верный ребят rod обслуживали обслуживали от 比較 их Продолжение следует...